Практическая психология Здравствуйте, в эфире программа «Практическая психология». В студии практикующий семейный психолог Надежда Бушмилева. Сегодня мы говорим на такую очень непростую тему «Я не готов быть родителем». Раскрыть эту тему я пригласила Лялину Марию, телесно-ориентированного психотерапевта. Маша, здравствуйте. Здравствуйте, Надежда. Вот тема «Я не готов стать родителем». Родитель – это тот, который, мало того, сначала родил, потом еще и воспитал этих детей. Это может быть как мужчина, так и женщина. Независимо от пола у человека, у личности. Личность вдруг понимает, что не хотел бы, чтобы его род продолжился. Ну так, давайте будем говорить. Ну да, можно и так сказать. Тут мы, наверное, сразу с вами должны проговорить, что есть моменты, когда, например, не могу по каким-либо физиологическим причинам. Мы сегодня об этом говорить не будем. Это уже совсем отдельная тема, и она больше связана, наверное, со здоровьем и с врачами. У нас с вами тема психологии. И вот есть же такие моменты психологические. Есть у нас понятие психологическое, вообще бесплодие. А есть уже реальный человек психологически не готов стать родителем по какой-либо причине. Вот чаще всего что это за причины? Ну, вообще, можно, конечно, говорить о разном спектре. Но если человек говорит об этом вслух, может быть, даже кричит достаточно яростно, что нет, нет, это точно не про меня, это, скорее всего, больше про незрелость личности, чем про какие-то действительно глубинные причины. Если же мы будем говорить о том, что человек зрелый и состоявшийся по многим параметрам, если в 3D рассмотреть эту личность, то тогда становится понятно, что действительно какие-то причины есть. А среди моих клиенток достаточно много реализованных женщин от 45 до и далее, и далее, и далее, у которых нет детей, и по разным причинам. И сейчас они понимают чётко, что им и не надо было. Вот. А есть же женщины, которые, ну, как бы, не хочу, не буду, и мужчины есть не хочу, не буду, но проходит какой-то период времени, и они созревают. То есть бывает такое, что история отсутствующего в жизни детей отца на первом ребёнке, на втором, он как будто не хотел, и рядом проходило, его не было, и вдруг на третьем что-то щёлкает, и вообще никто не видел такого любящего отца. Да, то же самое бывает на мамах. То есть, там, не знаю, в 20 лет была не готова родить, там, в 30 была не готова, в 35 не созрела, в 45 раз, и она мама, и, короче, все в шоке, и она сама в шоке, и она счастлива. Вот. То есть причины, на самом деле, вот, кроме незрелости, бывает ещё и в травматике в определённой. Ну, давайте сразу же, так у нас практически ориентированная, да, с вами программа. То есть вот сейчас слушатели говорят, так, а что такое травматика? То есть вот что является травмой, что потом человек вдруг не хочет отыгрывать роль родителя? Ну, вообще, да, начнём с того, что очень сложные отношения со своими родителями, они у всех, на самом деле, непростые, да? Вот, потому что, когда мы взрослеем, нам нужно сделать выбор, да, отказаться от маминых и папиных хорошо и плохо, и сделать какие-то выводы свои. Но под сложным здесь я говорю конкретно унижение, насилие, физическое, сексуальное, беззащитность. Вот это всё может быть причиной того, что человек в семье не хочет реализовываться. Работать с этим можно, если вдруг человек пришёл и сказал, вот так было до сегодняшнего дня, вот, но я хочу это поменять. Пожалуй, я везде реализовался, сейчас я хочу в семье, да, это сделать. Это не будет просто, это не будет быстро, но это возможно. Вот, более того, работая с женщинами, я могу сказать, что очень много женщин принимают решение не становиться мамами, если они пережили насилие в раннем возрасте, сексуального характера. Вот, потому что приходит осознание, что даже любящая мама не может защитить. Вот, бывают совсем такие очень неприятные истории, вот, когда в роли насильника выступают близкие родственники, в том числе кровные отцы, и вот в этом случае женщина однозначно отказывается. Потому что, ну, понимаете, это на всю жизнь такая травма, то есть, ну как, как она родит ребёнка, а потом история повторится с её ребёнком. Она не может этого просто допустить. И, поймите, картина мира такая формируется, это не о том, что кто-то плохой, кто-то хороший, а мир опасен. И адекватно он опасен. Адекватно. Да, если мы сейчас вот снимем розовые очки, там скажем, что, думая о хорошем, там хорошее будет происходить. Нет, адекватно он опасен. Женщина что делает? Женщина за счёт того, что она гормональна, за счёт того, что она зависима от своих биоритмов, циклов и так далее, она психически закрыта от этой реальности. И только будучи закрытой от этой реальности, то есть, будучи неадекватной, в этот опасный мир она рожает ребёнка. И более того, у огромного процента детей всё нормально. То есть, с ними ничего страшного и опасного не происходит. Но если мы говорим вот о травматике, то у травматиков нет этих гормонов. Ну, как бы они есть, но они работают по-другому. У них чёткая картина, что мир опасен. И что никакой вот этой вот точки, где брежет свет, безопасности и защищённости, вот никакой этой точки, ну, они не верят, что есть, да, и быть не может. Поэтому, конечно, там точка, там закрыта тема. Вот. И, возможно, это и неплохо, ничего там плохого-то и нет. Вот смотрите, Маша, сейчас есть такое очень активное поколение, да, которое себя называют child free, да, то есть свободное от детей. Я знаю, что сейчас уже изучают этих людей, да, ну, то есть пытаются понять, что является причиной, почему люди выбирают именно такой стиль жизни, да. И мало того, как бы, да, учёные сейчас описывают, какие ценности у этих людей, там, чего они хотят, как они реализуются, ну, то есть длительный такой процесс наблюдения. И вот тут читала совсем недавнее исследование о том, что примерно 30% людей, которые, например, там, 10 лет назад говорили, что, да, мы child free, да, заводят благополучно детей, превращаются в хороших, отличных родителей, там, мам и пап, да, и при этом потом дальше смеются и говорят, боже, какие же мы были там, да, смешными. Какими мы были смешными. Но 70%, тем не менее, такая большая очень тоже цифра, они говорят, нет, мы последовательны, мы понимаем, мы себя не предаём, мы знаем, с чего мы хотим. Вот если сейчас, к примеру, я прямо сейчас, да, вот сейчас нас слушают с вами многие, и есть среди таких наших слушателей, кто говорит, а вот мой ребёнок заявляет, там, да, в подростковом периоде, что он замуж никогда не пойдёт, там, жениться не будет, и детей уж точно не ждите от меня никаких внуков, да. И для адекватных людей это как бы, ну, такое состояние, я где-то там неправильно что-то воспитал, где-то, может, там неправильно что-то заложил. Что вы таким родителям сейчас можете сказать? Я им советую расслабиться. В любом случае, чтобы не решили их отпрыски, это решение отпрысков, и их можно только поддержать в этом решении. Не поддержать не предлагаю, потому что дети – это единственное, что после нас остаётся. и если мы будем тратить время попусту на обиды, непринятие, отворачивание друг от друга, к сожалению, мы можем в один прекрасный день встретиться на кладбище, да, и как бы там уже не поговорить. Об этом надо помнить. Вот. Что касается подросткового возраста, вы поймите, это буйство гормонов, это куча неуверенностей в себе, это куча непониманий самого себя. Это бунт, нигилизм, да, нигилизм. Да, бунт, нигилизм, то есть всё сразу. И как бы дело здесь не в том, что что-то не то заложили или заложили что-то то. Дело в том, что сейчас просто ребёнок, ещё пока ребёнок, и пробуют этот мир на прочность. И ему, ну как бы обычно, кто в подростковом возрасте громче всех кричит, что дети – это не про меня, раньше всех их рожают, поэтому... Ну, то есть это как бы дело опыта, это дело уже практики, это дело наблюдений. Я думаю, что если ещё такую статистику привести, она нам тоже как бы подтвердит моё мнение. Вот. Что касается Child's Free, что могу сказать? Вот поймите, есть периоды, да, в жизни и... Любого человека. Любого человека. Есть какие-то этапы, да. И, ну, есть определённо совершенно зрелые решения. Среди моих коллег есть несколько женщин, которые не хотят, не готовы иметь детей. Но они не готовы, как специалисты, они понимают, с какой силой послеродовой депрессии им придётся столкнуться. И, понимая последствия, опять же, как бы нерозовые совершенно, пока себе в этом отказывают. Но это, опять же, пока, то есть это вопрос терапевтируемый. Если мы говорим о том, что женщина сверхэмоциональна, она не способна контролировать свои эмоции, а женщина очень много времени проводит с беззащитным ребёнком наедине, да, то есть в случае, как бы, когда суд оправдывает мать за то, что она случайно купала и утопила ребёнка, они есть, к сожалению. И вот когда понимаешь, что психика не совсем устойчива, слишком подвижна, возможно, опять же, нет ничего плохого, чтобы детей не рожать. Но это, конечно, очень красиво закрывается. Child's free путешествиями, классными селфи, там, крутым инстаграмом, там, я не знаю, посмотрите, какая у меня ягодица в 45. Конечно, если бы я родила детей, у меня бы её не было. Дело здесь не в детях, а в том просто, что вот этим, ну, как бы, отсутствием желания детей, что мы пытаемся закрыть. То есть у кого-то была, там, не знаю, не очень счастливая любовь, там, у кого-то не очень счастливое детство, у кого-то, ну, то есть вот получается во всём остальном, кроме семьи, и некогда туда смотреть. А когда туда смотрят, ну, то есть если для мужчины не приговор, там, он отцом может стать в 50 и в 60. И в 70. И в 70, да. И далее, и далее, да. То как бы для женщины-то, ну, матка 20-летней женщины и 50-летней женщины, это две разные матки. И будем говорить честно про все вот, да, сейчас современные технологии и так далее. Ну, то есть забеременеть, это ещё полдела, да. Это даже треть, а всё остальное. И женщины иногда, будучи child's free, там, до 45, до 50, потом такие, бах, а уже поздно. И признаться честно, о, я бы сейчас хотела, ну, сколько таких женщин, ну, скажите мне. Нет, нет, никто не признается. Хорошо. Вот смотрите, Маша, бывают такие варианты, да, что вроде встретились, полюбили друг друга и, ну, создали семью, да. И как-то на берегу не договорились о том, кто там, сколько детей хочет и вообще хочет ли, да. Бывает так, что оба партнёра в браке, например, там, ну, не хотят детей. Хорошо, отлично, значит, они нашли друг друга, да. Бывает так, что, например, муж говорит, я не готов, я не хочу, а женщина любит этого мужчину, да, но мечтает именно от него и родить. Как в таких случаях поступать женщине? Ну, вообще, конечно, это очень сложный вопрос. Без привлечения третьей стороны в данном моменте, да, семейного психолога, семейного психотерапевта, объясню почему. Всё-таки мы будем говорить, да, что мужчина может созреть к отцовству в любое время, да, женщина в какое-то конкретное. В биологическое. Да, в биологическое. И здесь нужно говорить о том, что если партнёр категорически заявляет, что нет, и ничего делать с этим он не хочет, я просто скажу о последствиях, которые могут быть, если женщина всё-таки беременеет и рожает ребёнка. Давайте. Мужчина не принимает ребёнка, не обращает на него внимания. Даже несмотря на то, что является биологическим. Это его ребёнок, да. Это, во-первых. Во-вторых, он совершенно, абсолютно не может с ребёнком контактировать. В-третьих, он чувствует себя абсолютно преданным, потому что он-то честно говорил, чего он хочет с самого начала. Но его не услышали. Да, ну как бы его сказали, что ну ты как-нибудь с этим справишься сам. Но это нечестно, понимаете? Вот. И нужно говорить о том, что если он категорически заявляет нет, и он с этим ничего не хочет, то есть женщина делает выбор. Либо реально нет, и она с ним остаётся, но она и себе говорит нет. Либо она говорит себе да. Но тогда она уже не с этим мужчиной. А тогда она не с этим мужчиной. Или она осознанно идёт на то, чтобы если ей надо именно от этого мужчины родить ребёнка, она рожает от него ребёнка, и они расходятся. И таких случаев очень много. То есть приходят уже вот в плане, что а-а-а, зачем я родила этого ребёнка, например. Или а-а-а, зачем вообще от этого мужчины. А-а-а, и вот это вот всё. То есть нужно, ну, сторонний, да, взгляд. И если, ну как сказать, если мужчина-психотерапевт говорит то же самое, а не истинную причину, может, он не хочет. Может, он когда-то чем-то заболел или травму какую-то получил, и он не может. Или знает о том, что, например, по наследству могут предаваться какие-либо... Но не хочет озвучивать это... Будет какое-то генетическое заболевание, например, с которым, ну, сложно как минимум жить будет ребёнку, не говоря уже о родителях, как им будет с этим жить. То есть, возможно, он не говорит причину, по которой он не хочет, а, возможно, он реально не хочет. И он имеет на это право, что бы не хотела женщина. Потому что считается, да, что настаивание на ребёнке, да, на рождение ребёнка, это равняется насилию, в принципе, да? Ну, вообще любое, да, настаивание, нежелание договариваться – это насилие. А если мы говорим о том, что мы договариваемся о жизни и судьбе отдельного человека, то, как минимум, это очень халатно. То есть поставить мужчину, который изначально не хотел ребёнка, а поставить его перед фактом. Понимаете, когда мужчина говорит рано, это один вариант. А когда он говорит никогда, это никогда. Это нужно слышать и понимать. Возможно, никогда случится когда. Нибудь. Когда-нибудь. Или когда-то. А возможно, никогда не случится. Или случится слишком поздно. Хорошо. Маша, а теперь такой вопрос. Как правильно, на ваш взгляд, закладывать ценности? В каком периоде? Каким образом это можно делать детям, да? Чтобы для них была простройка, что... Семья – это важно. Семья – это важно. И продолжение рода – это тоже программа, о которой, в принципе, да, которую ты, в принципе, можешь и должен с удовольствием выполнить. Ну, вообще, на самом деле, единственное, когда это может заложиться, это закладывается всё то время, пока родители живут вместе. И только на примере родителей. Можно, конечно, что-то объяснять, можно показывать там фотографии звёзд, которые, типа, счастливы. Вот. Но это всё такое наносное, да? Ну, это всё такой бред. Это всё такая неправда. Это всё такая ложь. Быть как можно честнее со своими детьми. Потому что у детей бывает очень сильный конфликт, когда они видят, что у папы с мамой картинка идеальная, а эмоционально они на ножах, например. То есть, понимаете, здесь только собственным примером. Когда мужчина и женщина способны садиться за стол переговоров, опять же, это далеко не каждая десятая пара способна сделать. Когда мужчина и женщина готовы отодвинуть, как бы, детей в сторону и договариваться друг с другом, не манипулировать друг другом детьми, да? Ты не работаешь, я у тебя всё заберу, и детей тоже. Или там, ты там тра-та-та, не делаешь то-то, и вот детей ты не увидишь. То есть, вот без этого бреда, когда мужчина и женщина могут друг с другом договориться вот без этих манипуляций, и когда какие бы ни были сложные ситуации, они из них выруливают и остаются парой, вот тогда у детей этих родителей есть пример. Такой адекватный, да? Адекватный, честный, жизненный пример. Плюс ещё мы говорим о примерах близкого окружения. Если одинокая мама воспитывает девочку, и среди её подруг одни одинокие мамы, какой будет у девочки пример? Ну, конечно, подобный. Да, то есть, если мы говорим, что ребёнок воспитывается в полной семье, и есть как бы в окружении полные, да, семьи и неполные, есть уже, как говорится, ну, то есть выбор, так можно прожить-пережить, так можно прожить-пережить. Есть варианты, когда только полные семьи, и вот это давление, что ты должен, у тебя должно, тра-та-та, столько несчастных вот с этими ценностями, когда они не любят, когда они не могут договариваться. Или вот бывают случаи, когда женщина уже родила ребёнка, да, и она говорит, ну, я теперь не знаю даже вообще, зачем я это сделала, да? Да. Лучше бы этого поступка я не совершала, говорит там клиентка, да? Конечно. Когда ты начинаешь разматывать историю личной жизни, да, оказывается, что она, в принципе, на себя сразу же примерила сценарий мамы, которая всегда, для которой всегда дети были страшной обузой, да? То есть через детей никак нельзя реализоваться, быть счастливой, что дети это всегда какая-то там сложная задача, которую невозможно решить. С этим можно работать, и нужно просто отделить свою историю от маминой. Да, конечно, психика всё воспринимает шаблонно. Да, конечно, мы склонны вести себя в определённые жизненные моменты так, как повели себя наши родители. И проживать те сценарии, которые они... Да. Вы видели, как они проживают. И тем не менее, иногда с помощью огромного желания, чаще с помощью психотерапевта, можно выйти из этой ситуации, принять, полюбить своего ребёнка, сделать, ну, то есть вырастить с ним прекрасные отношения. Нужно вырастить просто себя. То есть это момент взросления, да? Конечно. Ведь, видите, не бывает такого, что ребёнок появился, когда его не хотели. Всегда желание было сильнее, чем нежелание. Поэтому ребёнок родился. И что потом с этим делать? То есть, ну, что с этим делать? Учиться с этим жить. Когда дети желанные, долгожданные, любимые, очень сложно выстроить контакт вообще, потому что наши дети – это история вообще другого поколения. Они абсолютно другие. И те воспитательные меры, которые нам привили наши родители, с нашими детьми, не работают. Это всегда так, из поколения поколения, и это всегда сложно, понимаете? Но тем не менее, то есть здесь сложности, вот как бы я родила, зачем я это сделала? Здесь сложности того же самого характера. Ребёнок не обуза, переворачивается с помощью терапии в ребёнок – это радость. Ребёнок – это куча ограничений, ребёнок – это куча возможностей. То есть я и ребёнок не могу ничего, потому что у меня есть ребёнок, или я могу всё, потому что у меня есть стимул для того, чтобы дать. Мне есть куда жить. Между выбором, между выброситься из окна, потому что я сломала ноготь там, или у меня лёгкая депрессия, или не выброситься, да? У меня есть ребёнок, куда я пошла, что со мной не так, да? То есть это очень такая как бы роль мамы и роль папы, это такая очень заземляющая такая роль. То есть ты чётко понимаешь, что ты не только несёшь за себя ответственность, но и за людей, которые не могут сами себя обеспечить, защитить, вырастить. И, к сожалению, приходится вытирать свои детские сопли и становиться взрослым. Да, это одно из обязательных условий для того, чтобы родительство, да, роль родительства для тебя не стала трагедией, а наоборот стала точкой роста. Ресурсом. Да, ресурсом. Но это всегда точка роста, просто не все способны и готовы видеть в этом ресурс. Ну и давайте, наверное, ещё озвучим тот момент, что действительно личность, любая личность имеет право себе... Мы же всегда выбираем, да, что нам удобно, что нам лучше, что я вообще хочу. И если кто-то в вашем окружении говорит, нет, я не хочу стать родителем, я не хочу рожать, заводить детей, да, это не повод для того, чтобы показывать на этих людей пальцем, крутить у виска и говорить, что... Это вообще не повод, абсолютно не повод. У каждого человека есть свои задачи, есть свои причины, что-то делать или не делать. И я не знаю, не везде же на самом деле модно иметь детей. Не везде, даже в нашей стране, не везде модно там жениться, там, да? То есть, ну, это вообще, это очень такой вопрос... Личный. Личный, очень тонкий, очень интимный, я бы даже сказала. И, ну, вот, встречаю на самом деле очень много разных людей. И очень много разных людей с разными клиентскими запросами приходят. И вот, ну, на самом деле, пальцем не стоит ни то, что показывать, и ни то, что даже... Ни в коем случае не пытайтесь свои ценности навязать. Будь то дети, будь то супруги, будь то там, не знаю... Какое-то видение стиля жизни, да? Какое-то видение стиля жизни, да. То есть, ну, как бы... Ну, потому что это неправильно. У человека есть его право выбирать. И как он хочет жить, так он и должен жить. Ему может быть в этом тоже плохо. То есть он может от этого вообще не испытывать удовольствие. Но это его личные проблемы, и он должен с этим справиться как-то сам. Ну, и мы помним о том, что у каждого есть свой выбор. Да. Да, вот это прежде всего. Итак, немножко резюмируем. Значит, если же мы с вами правильно воспитали наших детей, показывали им на своем собственном примере, что, в принципе, дети это хорошо, что семейная жизнь это то, к чему следует, и можно стремиться, и ты там тоже можешь реализоваться и быть счастливым, да? То такая девушка и такой молодой человек встречаются. Но прежде чем создать семейную жизнь, они все-таки должны, наверное, обговорить, да? Как ты видишь эту семейную жизнь? Сколько ты вообще хочешь детей или не хочешь ты их вообще, чтобы потом не падало небо на землю, когда тебе муж говорит, я вообще не хочу детей, там, да? Или там женщина когда-то говорит, я точно не буду тебе рожать, там, да? Да, да, да. Дальше. Значит, если же вы понимаете о том, что, да, ваша позиция такая, что я не готов быть родителем, да, то надо попробовать себе ответить на вопрос. Честно. Почему? 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 То есть почему я не готов быть родителем? Вы сначала отвечаете себе, если вдруг понимаете, что что-то как-то я себе немного вру где-то в чём-то, да? Да, как-то сильно. То можно дойти до психотерапевта, до психолога и разобраться с этими настоящими причинами, да? Да. И потом, если вы разбираетесь, и вы действительно понимаете, что да, это моё искреннее желание не продолжать свой род, своё племя, то вы с этим живёте спокойно и радуетесь. Да, да, абсолютно так, абсолютно согласна вот с тем, какое было резюме. Действительно, даже не то, чтобы можно договориться на берегу, а нужно договариваться на берегу. Нужно обсуждать вопросы не только детей, но и совместного или раздельного бюджета. Там, я не знаю, кто покупает мебель, там, и так далее, и тому подобное. Потому что вот именно эти беседы, они такой, знаете, крэш-тест для отношений. И здесь либо люди реально не могут договариваться, либо они могут. И вот если они обо всём об этом договорились, а не смирились, закрыв глаза, да, вот, то, ну, можно говорить о том, что у этой пары будет хорошее будущее. А если крэш-тест они не проходят, начинают скандалить, ссориться там и так далее, они готовы друг друга слышать, ну, тогда вообще не нужно говорить о детях. Тогда встает вопрос, стоит ли нам быть вообще парой. Стоит ли быть вместе. Ну, и, наверное, в завершение нашей программы, вот, к вам приходят женщины с разными темами. С темами хочу быть мамой, там, не хочу быть мамой, хочу, но не могу быть мамой. Да, как телесно-ориентированная психология помогает решать эти вопросы? Ну, мы говорим о том, что всё-таки, когда хочу, но не могу, или хочу, 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 вот, ну, почему-то не делаю, да, вот, то здесь мы говорим, что на уровне тела очень сильно зажат таз. Зажат таз, зажаты ноги, то есть слабое кровообращение, как правило, с какой бы темой, хочу, но не делаю, да. Вот, и нужно снимать блоки зажима именно стазобедренных, то есть стазобедренного сустава, работать с поясницей, с крестцовой зоной, ну, и вообще как бы осознать, что, ну, женская сила вообще в её, не знаю, ногах, бёдрах, что она справится вообще с рождением, вынашиванием ребёнка, потому что женщина очень часто не осознаёт вообще ничего, что у неё есть там ниже рёбер, например, то есть живота, бёдер она уже не чувствует. А женщина прекрасна, она создана как сосуд для того, чтобы, да, зачать, выносить ребёнка, да, и родить его. По крайней мере, если она, даже если она этого не желает, она для этого предназначена. Выбирать ей это или не выбирать, это уже другой вопрос, но, тем не менее, она это может. Хорошо. А бывают такие истории, когда женщина, узнавая, становясь в контакте с самим, с самой собой, со своим телом, принимает совсем другие решения, да? Да. Бывает такое, что женщина... То есть вот благодаря вот именно телесно-ориентированной психологии, да, можно... Надо понять, да, надо понять, то есть хочу, 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 но почему-то не могу, надо понять, почему не могу. Или ряд запретов, да, или ряд запретов. То есть, например, ну, женщина понимает, что у неё сейчас нет партнёра, да, а родители ждут от неё только семью. Она не хочет, она готова только родить ребёнка. Вот она, представив себе, что она рожает ребёнка, и тут родные люди от неё отворачиваются, она сразу, я не буду. Да, и мы можем прийти к этой причине, да. Или наоборот, я хочу, потому что от меня все ждут, но так-то мне вообще это не надо. Или не время. Не время. Или мне в принципе не надо. Я хочу вот, чтобы у меня был секс только для удовольствия, без всяких последствий. Я не хочу. То есть это тоже честно. И это вот как бы вскрывается, бывает. Тоже при телесно-ориентированных занятиях. Да, конечно, потому что тело не врёт, и вот всё, что есть в этом теле, при взаимодействии клиент начинает сам себе рассказывать, ну, а я просто выполняю поддерживающую роль, как бы немножко слушаю и возвращаю ему то, что он говорит, то, что она говорит, да. Вот, потому что так часто очень бывает, что ожидание других или отсутствие поддержки близких в том или ином выборе, она играет очень большую роль. И если мы говорим о том, что, ну, женщине страшно, что её, например, не поддержат родители, или, например, там она лишится там упоры, там, не знаю, там работы, там и так далее, надо здесь просто работать со страхом, а не с тем, что там она child-free или наоборот нет, да. Вот, здесь нужно просто смотреть причину глубже. Итак, спасибо большое. Сегодня у меня в гостях в программе практической психологии была телесно-ориентированный психотерапевт Лялина Мария. Маша, спасибо, было очень всё интересно. А мы говорили на тему «Я не хочу быть родителем». Ну что ж, в завершении программы желаем всем счастья, здоровья и процветания. До свидания. До свидания.